Сейчас достали кондиционер, я все переживала, какой у него внешний вид. Как ты себя вообще чувствуешь? Все спрашивают, интересуются. Короче, мы расстроены. Ну что, мои крошки, у нас ЧП произошло. Кстати, томат здесь у меня непростой. Ножки, самые страшные носки, мы их просто выбросим. Привет, мои хорошие, с вами Селена. И сегодня я начинаю новый влог. Я решила начать его такая свеженькая, у меня естественным образом, естественным образом, естественным образом. Ну почему в самом начале я влог уже запахнула? Естественным образом у меня сохнут мои волосы. Сигнализация, что я заработала. Я хочу сегодня поменять постельное белье, так как я искупалась, переоделась, и уже, в принципе, белое белье, оно пачкается достаточно быстро, быстрее, чем любое другое. Но, тем не менее, я вам скажу, что мы нормально на нем недельку-то поспали. Я не знаю, как часто меняете белье вы. Но, как бы, неделя для белого белья. И оно, не скажу, что прям ужасно грязное. То есть, там, ну, может, пару пятнышек малой где-нибудь там чуть-чуть даже не разливал нигде. Но как-то получились пятна, крошки там какие-то, как-то, не знаю, получилось. В целом, все равно кровать чистая, чистое белье. Вот. И кайф, 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 белое белье. Я не знаю, сейчас, какое я поменяю. Я вообще заказала белое белье одно. И у меня, кстати, есть простынки белые и наволочки две белые. Но, походу, они немного разных оттенков, потому что у них разное время. В общем, не знаю, сейчас, какое белье я постелю. Сейчас посмотрим. А это мы отправим в стирку. Белье классное, замечательное. Это сатин. Я люблю сатин, кто не знает. Вот. И все. Это в стирку. Новый домашний у меня обряд. Обряд-наряд. Я кайфую. Правда, я себя чувствую. Девчонка из кино. Можно делать фотки классные, гламурные. Так, что еще из нового? Что еще из нового? Вообще, скоро планируется обзор нереальных покупок с Джум. Блин. Ну, реально, порадовали меня очень. Вот такая штучка у меня появилась. Это аромалампа. Ну, конкретная такая. На фоне у меня здесь масла всякие. Я сейчас пользуюсь активно лавандой. Мешаю с эвкалиптом. Эвкалипт – это для дыхательных путей. Лаванда – это антисептик. Вот. Ну, можжевельник стоит. Это так, для разнообразия. Хотя у них запах примерно одинаковый. В общем, вот работает. А еще что я... А, это то, что я поубирала. Это вы видели, да? То есть у меня вот там ничего нет внизу. Я выбросила все коробки. Свобода. Наслаждение. Вчера... Так, немножко давайте расскажу, что у меня за состояние сейчас, что я чувствую. Короче, Дэнни сегодня разбудил меня в 6 утра. Реально. Я, представляете, такая ребенок встает. Ну, как обычно, да? Я ночи не смотрю пока. Я такая сонная. Вчера легла достаточно поздно. Открывает занавески мне. Доброе утро, мама, значит. Я такая, ой, доброе утро, утро, да? Сейчас уже утро, короче. И вот он все ходит, что-то ходит, что-то хочет. Мама вставает, раскрывает меня. Я, значит, такая встаю, смотрю на часы. Время без пяти, шесть утра. Девочки, я говорю, какое доброе утро. Я за что его занавески? Кладу его спать. В туалет сходили? Кладу его спать. Думаю, может, он в туалет хотел, поэтому проснулся. В итоге он ковырялся, ковырялся час этот, не уснул. Я еще как-то полчасика более-менее поспала, но встала такая вся вообще вареная. Пила сегодня кофе без кофеина, но поняла, что я ничего не могу делать. Мне ничего не могу, у меня нет сил, я сплю просто на ходу. И пришлось выпить кофеечек, вот. Я взбодрилась, конечно же, сейчас немножечко. Поэтому вот и искупалась, переоделась. И сейчас хочу по стерушечке сделать. У меня очень много всяких разных планов. Еще записалась на курсы новые. Ну, пока что бесплатный взяла курс. Не буду сейчас красть впечатления. Ну да, не буду сейчас пока что. Вдруг это не мое. Я сейчас пройду этот курс, я посмотрю, как я буду дальше развиваться. И тогда, может быть, даже в этом влоге скажу уже, как что. Ну, короче, записался на одни бесплатные онлайн-курсы, чтобы понять, мое, не мое. Стоит ли мне в том направлении, в котором я хочу понаправиться, идти. Интересно мне будет или нет. И что это? Застрял. Так, что еще хотела вам рассказать. Выходим из моей белой спальни в эту серую кухню. Сейчас я вот допиваю кофеечек. Устраиваю по стерушечке и ищу белье, которое заменю. Вот такое красивое белье, кстати, нашла у себя. По-моему, я даже его один раз только стелила. Ну, может, два на съемной квартире. Оно, кстати, очень симпатичное. Вот примерно такого цвета занавески, вот такого, видите, он какой-то непонятного цвета, между серым и бежевым, вот такое. Я хотела занавески сюда, вот, как бы в таком стиле немножко, в таких оттенках сделать. Бежево, бежево, серо, молочные, белые, вот такие оттенки. Ну, в общем, будем разбавлять, пока никуда не выйдешь в занавески, не купишь какие-то другие. Хотя сейчас Леруа открыт, говорят, можно приезжать туда и что-то выбирать. Смотрите, наволочки, блин, вот наволочки 50 на 70. Здесь можно отпороть вот эту штуку, на самом деле, спокойно спать, вот для красоты. Я думаю, нужны будут мне вот эти вот рюшки вообще для красоты или отпороть их сейчас. Или вот иногда, думаю, может оставить, у меня просто еще здесь 70 на 70 есть, просто, ну, одеть, она будет большеватая. Вообще, по-хорошему перешить, у меня много таких наволочек, которые нужно перешить, а не 70 на 70. А у меня подушки, мне нравятся вот 50 на 70. Короче, сейчас я померю на одну, посмотрю, насколько будет висеть. Или отпорю вот эти, или одену эти, сейчас посмотрим. Слушайте, я вполне себе нормально залезла, она такая, смотрите, просто такие свободные, края, да, ну, смотрится нормально, и спать можно нормально. Как будто она даже у меня не 50 на 70, а 70 на 70. Сейчас, короче, поменяю, буду вот на таких спать, не буду пока вот эти вот убирать. Мало ли на другие подушки одену, чтобы красоту создать какую-нибудь так, ну, чисто, я не знаю для чего, но... Вообще, наволочки хорошо, чтобы они были еще, да, то есть, по-хорошему можно мне вот это отпороть и использовать, потому что наволочки, мне кажется, быстрее всего пачкаются. Ну, ты спишь на них все время, там, голова как бы, нет-нет, там, грязная. Короче, пододеяльник можно один иметь, а вот наволочки продублировать и просто не продублировать. Вот, мне кажется, как-то так. Потому что пододеяльник, он и погромоздкий, и он пачкается меньше. Как вы считаете? Я вот, кстати, заказала себе уже, по-моему... Что? Я влог снимаю. Белый комплект заказала себе, и я заказала, по-моему, 4 наволочки, да, вместо двух. Так, ну вот, постельная. Такое, я, кстати, люблю двухстороннее, знаете, чтобы с одной стороны одно что-то было, с другой вот однотонное, да. Простынка однотонная, и здесь наволочки такие же. Это сатин, девочки. Это сатин, кстати, мой любимый. Есть сатин такой более плотный, на бязь даже похожий, а есть сатин, который тоненький, и он уже почти сухой. Красиво, да? Он почти сухой, вылазит из машинки. То есть, все, его там вешаешь полчаса, и готово. Таких комплектов вообще два можно иметь. И там утром встал, быстро постирал, повесил, и уже через пару часов его снова наделал. У меня два комплекта таких есть, прям тонких-тонких. Я сейчас на белый посмотрю, как он будет быстро сохнуть. И еще здесь классно, что здесь вот есть змейка. Это клево, что не вылазит под одеяльник. Я это дело очень люблю. Короче, вот так. Вот я бы еще покрывала, сменила бы белое, постирала тоже. Вот оно у меня тут лежит, уже хочется его, честно говоря, постирать. Я бы попробовала накрыть черным. У меня есть бело-черный плед, только я его что-то найти не могу. Вот. Короче, такая красота. Это уберу. Я сейчас уже сделала крабовый салатик, поела. Телефон. Достала Денис фикс прайса, вот такой песочек. Только ручки аккуратно вот здесь, да, вот так вот. Вот так выглядит песочек этот. Я вообще-то сейчас планировала полы помыть. Ладно, на кухне пока не буду мыть полы. Ну все, давай. Сейчас я тебе дам пасочки. Так, что-то будет. День, вот сюда, сюда. Что, прилипает к ручкам, что ли? Мне вот это не нравится, что прилипает к ручкам. А это такой живой песок какой-то, да? Как он называется? Радужный песок. Песок для лепки моделирования. Короче, все равно мой с тазика хочет все это вытаскивать, поэтому я ему постелила кучу у меня таких всяких клееночек, да? Нет, он все равно на линолеум. Деня, пасочку вот здесь ставь. Вот тут пасочку ставь. Или в тазике, да. Вообще у меня где-то была песочница, по-моему, надувна. Тоже ее надо найти. В общем, я тут пылесосила, пока мою полы и пыль везде вытираю. Вот, Денечка, во что это превратилось? Покажи ручки. Ручки покажи. Ножки, самые страшные носки. Мы их просто выбросим. Да, и то, что это везде разбросан, побежит туда, побежит сюда, пылесосом это не собирается. Короче, я это, я не знаю, сейчас, наверное, просто это выкину. Потому что я не хочу больше такого. И запах у него какой-то неприятный. Я сначала думала, что что-то где-то протухло, а это окажется... Так, стой. Да, все, и трусики. Господи, трусики тоже нужно будет выкидывать, походу. Ужас, ужас. Короче, сейчас посмотрю, что к чему. В общем, собираю, собираю ребенка. Привет, мои хорошие, день следующий. Блин, на улице такая погода. Завтра, 1 мая, праздник. Все сидят дома. Я не знаю, у нас вот на балконе просто жара-жара. Я открыла все окна. Хорошо, что я сделала все эти уже решетки. Можно на все открывать окно. И здесь просто реально жара, загорает, блин. Сквозняк даже устроила. Даже сквозняк не чувствую. Сейчас чуть-чуть прибралась. У меня столько всяких планов. Мини-курс там надо пройти по коучу. Фух, чуть немного устала. Просто бегаю с утра. Прибрала все. Игрушки были раскиданы. Они отнимают очень много энергии. Время, конечно, уже вечер вообще-то. У меня еще шальная идея посетила по поводу подарка для Дэнни. Муж поддержал идею. Сказал, что он сделает Дэнни такой подарок. Вот. Займется этим. Ну, я еще, наверное... Я не буду разгадывать... Я не буду рассказывать все тайны. Но мы уже занимаемся тем, чтобы подарить этот подарок. Так буду говорить. Вот так буду завуалированно говорить. Я еще потом сделаю пост, чтобы вы поугадывали, что же мы хотим подарить Дэнни. В общем, сейчас у меня много-много дел. Но жара это так размаривает, если честно. Что я не знаю, что я даже сегодня успею сделать. И очень хочется на улицу. Но уже вечер, как бы уже не пойдем сегодня. Завтра, 1 мая. Я не знаю, что делать. Крошечки мои. Что я делала? Короче, я жарила картошку, поела. Смотрю сейчас сериал. Постиралась моя покрывала. Вот это вот. И поставила его, кстати, на 60 градусов. На хлопок. Вот. И дополнительный... Ну, как бы максимальный отжим. И дополнительное полоскание. Я вытащила сейчас. У меня, смотрите, оно вбилось в какую-то подушку. Просто вот смотрите. Что это? Здесь узла какая-то распутывать. И все. И все. И больше нет никаких подушек. Короче, буду сейчас разбудывать. Долго и нудно. Почти сухое вылезло, кстати. Всем доброе утро. Денечка у меня уже с утра выпрашивает то гуашь, то пластилин принес. А я думаю, ой, пластилин. Давай. Вот взял нож. Вот так вот старается, отрезает кусочки. Сейчас будем катать кружочки, да? Цветочек какой-нибудь сделаем. Или что-нибудь. Машинку сделаем. Мой зайчик. Сегодня опять еле проснулась. Золотой. Лен, еще есть серебряный у нас. А, это фикс прайси мы брали. Да, я помню. Пью кофе и с малышней моей играю. Проти. На большую. Маме маленькую. Маме маленькую. Крути. Вот так. О, давай двумя руками. Вот так смотри. День, смотри. Глянь. Вот так. Моторика в ходу. А теперь режем колбаску. Только ножик правильно держи. Вот так. Режь колбаску. Маленькими кусочками. Вот, молодец. Потом сделаем кружочки. Да. Умничка. Так колбаску мама режет, да? Так, теперь давай стой. Бери теперь один. Бери. И крути вот так. Один. Один маленький возьми. Давай не будем все вместе мешать. Возьми вот один маленький. На. Вот. И вот так вот. Крути кружочек. Кручочек. Кружочек. Кружочек. Круто, да? Красотичка. Красотища какая. Давай два вот этих крути вместе. Кружочек крути. Ну крути большой кружочек. Хочешь соединяем? Да. Да. В общем сидим, мы тут лепим, лепим уже полчаса. Как красиво. Колбаска, да. А мама вот такого человечка сделала. Смежного. Да? Ты смеешься над маминым человечком, что ли? И Денька все это время непрерывно то отрывает меленькие штучки какие-то, то режет, то кружочки делает, то колбаски. В общем, вот что он тут накрутил. Все, вход пошла в эту кашу Малу и моя куколка. Еще. Еще давай. Он лепит все вот. Еще. Еще давай. Короче, весь пластилин в одной куче. Что может быть? Еще. Что может быть? Еще. Еще, еще давай. Увлекательней. Еще. Что может быть увлекательней? Еще. Давай вот на куколку туда, замеси в эту мясорубку кашу Малу. Увлекательней. Ой, ну вот мы бесим сейчас с Малым, он уже меня всю замучил. Лежать на диване просто невозможно. Ну, он на меня прыгает, нападает, падает, налетает. И вдруг вот он решил баррикады какие-то строить. Несет стулья. На стулья. Домик. Ух ты. Давай домик делай. Вот так вот. Вот так вот, да? Домик. Все. Лишь бы только на мне не прыгал. А то я уже покалеченная. Так, Дэнни тут все подушки скомпоновал, блин. И, кстати, мама сейчас смотрела, это я сейчас снимать видео собираюсь. Мама сейчас смотрела мое видео и сказала, что можно выкинуть коляску. Потому что она сломанная и ее уже не продать. А я и не знала. И у меня такая радость, что минус коляска. Супер. Сейчас я ее вытащу уже к обходу на выброс. Вот нашла, кстати, какой-то механизм такой нехилый. Отрывался тут. Вот. Ну, короче, действительно, да, продавать. Она так недорого стоила. В принципе, что продавать нет смысла. Еще и стирать надо. Проще новую купить кому-то. Так что отнесу ее к жбанам. Вопрос, что мы ее вообще с собой тащили. Вот это по дороге где-нибудь бы оставили, когда перевозили вещи. Зайки мои заказала кондиционер. Я вам говорила или нет, в спальню. Вот. Сейчас приехали с утра. С утра ставить мне все. Заказывали тем же, кто и нам штрафил тут все. В общем, тут постоянные наши рабочие. Вот. Втроем приехали. Так, чтобы быстро все сделать. Вот. Заказала кондиционер фирмы Балу. Не знаю, что это. Но его рекомендовали. Как бы дают гарантию. И все-все-все. Цена-качество. Поэтому заказала. Только в спальню пока поставим. Семерку. Посмотрим, как он будет работать. Покажу, как это сделать. Вот. Вот такая фирма Балу. Сейчас достали кондиционер. Я все переживала, какой у него внешний вид. Я же не видела. Я по телефону просто поговорила с человеком, доверяю. Он говорит, что хорошее. То есть, если родные, родственники ставят, если им сильно дизайн не принципиальный, если он серый, прозрачный, а просто белый, какой-нибудь классический, то всем ставят вот этой фирмы. Они советуют, с ними работают. Они прямые, как-то, как это, прямые, ну, сотрудничают, короче, с ними. Вот. И, в общем, я заказала так, просто верю, и все. И сама переживала. Ну, белый-белый, мне, в принципе, без разницы. Но они сейчас достали его, а он такой минималистичный весь, прям белый, вообще никаких кнопок на нем вот так нету. Там скрытый дисплей. Говорит, сейчас поставим, посмотрите. Прям мне нравится. Вот. И девятку, посоветовали девятку все доставить, не двенадцать. Говорит, они не шумные, они очень тихо работают. И девятка, и семерка. Вот. А двенадцатый будет пошумнее, но там и цена сразу скачет. Если балую, допустим, девятка стоит девятнадцать тысяч, то цена за двенашку будет двадцать восемь сразу. Вот. Он говорит, и шумнее. А второй момент, если вы берете двенашку, например, чтобы она и другие комнаты захватывала, да, то в любом случае кухни, например, если я поставлю в кухню двенадцать, а хочу, чтобы еще выходила куда-то, то в кухне будет очень холодно. А доставать будет до других комнат чуть-чуть совсем. Поэтому особо нет смысла. Ну, и как бы мне не нравится и цена двадцать восемь, и мне не нравится, что они шумнее. Поэтому девятку, ну, в принципе, девятка мне за глаза. А сейчас ставлю в спальню семерочку. Заглядывалась еще до этого на всякие молоко растительные, типа там с добавлением клубники клубничные, и тоже шоколадные вот это, банановое молоко я очень люблю. А потом думаю, что я торможу. Оно, во-первых, и стоит фирмы сразу, да, там Альпра, триста там с чем-то рублей. А я покупаю сейчас здоровье, что там здоровье. По стою двадцать пять, по-моему, рублей гречневое и соевое. Прямо мне очень нравится. И я нашла выход. Делаю соевое молоко. И туда добавляю просто либо бананчик чуть-чуть, либо сиропчик свой бескалорийный. И получается очень вкусно. Вот сейчас у меня клубничный латте. Так, крошки, вот смотрите, какой у меня кондиционер будет. Вот этот невидимый дисплей. Просто у меня сейчас не подключен, поэтому я сейчас снимаю. Провода вытащат. И все, он закроется. Так, вот так я все тут заспрятала. Вот, в общем, вот как он выглядит. Ой, какие-то у него еще прозрачные штучки по бокам. Дизайн. Беренький. Красивый, тебе нравится, да? Ну, в целом неплохо. Вот этот провод, я там не знала, куда он должен быть на самом деле. Я все переживала, поэтому они чуть поштробили, а я это замажу, потом сделаю. И еще вот эта вот картинка вот здесь, с этой стороны. Ну, говорят, она снимается очень непросто. Я думаю, что нужно будет мне как-нибудь красиво чем-то ее залепить. Ну, так, чтобы можно было ее открыть в любой момент беленьким чем-то. Вот, а в целом нормальный дизайн, хороший, работает, гарантию дали 3 года. Все супер, как бы. Как бы нормально. И пока что он у меня не подключен. Оказывается, этот провод, вот он выходит у меня здесь. Вот он. А, они его замотали, да? Вот он выходит. Ну, его проверили, 2, вставили в розетку. Все работает, показали мне. Скрытый дисплей, вот там вот циферки показываются. Пульт вот такой вот. Выключить, что он все равно включенный. Горит вот. Как это он горит? Наверное, надо длительным нажатием. Не знаю, короче, картинки почему-то горят. Не пойму. Вот, еще что-то. А, это для пульта такая штучка. О, кстати, хорошо. Надо будет его куда-то привесить. И инструкция. Все. Ну, в принципе, я довольна. Еще, вы знаете, очень хорошо, когда рабочие забирают с собой мусор. То есть коробки. Представляете, здесь такие большие коробки были. Вот это бы я их выносила, если бы вот сама покупала, вы знаете. Такой, кстати, кондиционер. Он стоит 17 тысяч. Семерка. Плюс установка. 2000. То есть, если я у них беру кондиционер, они за 2 устанавливают. Если бы я где-то купила в другом месте, они бы 2500 устанавливали. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня пасмурная погода. Себя немного не буду показывать, потому что, мне кажется, я какая-то не очень хочу привести себя в порядок. Потом буду себя показывать. Сегодня я решила сделать банановый кофе. Кофе без кофеина у меня здесь готовится. Здесь у меня соевое молоко. Сейчас я его подогрею. Отрежу небольшой кусочек банана. И в кашицу его как бы здесь прям перемолю. Сейчас покажу, как я это буду делать. Буду делать в первый раз. Итак, я тоненько нарезала сюда бананчики. Вот прям вот таким тоненьким слоем. Ну, буквально чуть-чуть по вкусу. Сейчас попробую все это взбить. Забьются ли они у меня? Надеюсь. Можно и до этого кашицу приготовить и уже ложечку положить. Мне кажется, перемешалось достаточно, потому что нет никаких кусочков. Не вижу. Но за счет того, что банан мягкий у меня, и я его очень тонко порезала, он весь у меня здесь перемололся. Сейчас добавляю кофе без кофеина. Густой немного, густое такое молоко получилось. Сейчас попробую, нужен ли сахар. Вкус банановый. Кусочки, правда, плавают. Сахарка чуть-чуть могу добавить. Можно не добавлять. Он немножко такой сладенький получился. Может, даже и не буду добавлять. Ну, у меня сахарозаменитель в любом случае. В общем, вот так можно делать. С клубничным сиропом тоже очень вкусно. Ой, последние мои несколько дней заняты очень важным делом в моей жизни. Я думаю, скоро вы узнаете об этом. А пока я заказала суши, разговаривала с подружкой. И она говорит, что-то там суши, пицца, все дела. И я, пока с ней разговаривала, параллельно заказала себе суши домой. Что-то я давно ничего не заказывала и готовить не кайф. Сейчас суши приедут, праздник. Еще я искупалась. Переоделась. Что-то помятое немного пижамы. Сейчас вот так в пижаме буду встречать курьера. Ну, вообще. Ну, она хотя у меня это, как пижама домашняя просто. А как еще? Что, мне наряжаться, чтобы его встречать? Так, Денька, тут у меня узоры красоту наводит. Смотрите, какую. Это он сейчас разноцветные сделал, а до этого лежали все по цветам. Очень красиво. Вот. Разбросал все. Все подряд здесь валяется, бумажки валяются. Сейчас буду потихоньку убирать. Сейчас суши получу и буду убирать. И еще завтра девочки уже приезжают в мои шкафы. Не знаю, как мне их завтра соберут или нет, но я заказала доставку на следующий день. То есть завтра мне их привезут, послезавтра мне их должны собрать. Неужели у меня новый виток в жизни? Будет отдельное видео про шкафы, как, что. Буду снимать. Влог закончу как раз. А еще, смотрите, я тут собрала. Это вот такие наборчики для эпиляции ножек. Вот они здесь. Такой аппарат, нагреватель. Сахарная паста для депиляции. И вот такие вот полосочки. Два набора у меня заказала, девочка с Ростола. Хотела сегодня ей привезти, но сегодня там у меня встреча отменилась, чтобы я специально в такой сложный период в нашей жизни не выезжала. Выезжала, да, ей отвезти потом, еще что-то сделать на следующий день. Потому что я редко сейчас ухожу из дома, чувствую себя просто задворником каким-то. Вот. Я позвонила и говорю, давай завтра. Завтра у меня как раз кое-какие дела есть. И завтра я ей завезу ее заказик. Так, заказала свои любимые румяны ролл тепленькие, Филадельфия классическая. Ну и как же без вкусняшечки. Сейчас все это поедим и будем укладываться на полный желудок. Ой, мои девочки, жизнь полна событий. И эти события мы сами себе устраиваем. Грядут перемены. Перемены крутые. Не менее крутые, чем какие-либо другие перемены могут быть, которыми можно назвать крутые. В общем, мы меня поняли, да? Сегодня мы с Деньки сходили в магазин. Еще отвезла заказ. Что еще я делала? Еще я что-то делала. А, привезли шкаф, наконец-таки. Могу вам чуть-чуть показать, какой он высоты будет у нас. Вот он. Так они чуть-чуть еще уклоненные стоят. Ну, будут достаточно высокие. Посмотрите просто вообще. Вон. Шкаф очень высокий. Вот. Так что завтра мне его придут уже собирать. Завтра я буду снимать прям видео подробное. Как, что. Доводчики отдельно там взяла. Но это все расскажу, короче. И посмотрите в итоге, как он будет смотреться. Сейчас я готовлю. Я решила приготовить. Я купила сосисок. Ну, сосиски всегда хочу, чтобы они были у меня. Люблю я их. Люблю, когда сосиски всегда у меня есть. Это быстро приготовить. Плюс я люблю этот вкус. И иногда я ем мои любимые бутерброды. Не знаю, показывала вам или нет. С маслом и с горящей сосиской. Вот. А сейчас решила сделать. Это еще одно из моих любимых блюд. Поменьше. Поменьше огонь сделаю. Это в томате сосиски и с гречечкой. Гречечка там варится у меня. Денька любит гречку. Тоже гречку поест. Сосиски он не любит. Не ест. Сейчас еще чуть-чуть сделается. И зеленьки накидаю. Вот. Это мое одно из любимейших вообще тоже блюд. Это гречка либо с мясом. Мягким-мягким с подливкой. Либо вот сосиски с подливкой. Я давно с подливкой не делала. Потому что все время лень. Ну и плюс, знаете, не то чтобы лень. Еще здесь, знаете, условия. Ну вот посмотрите. Условия маленькие. Ну, Денька не мешает мне, конечно. Но это разве кухня? Это разве кухня, когда у тебя холодильник черт знает где, а печка в другом конце, понимаете? Это разве кухня, когда у тебя стоит все непонятно как, а здесь очень мало места для того, чтобы что-то резать, понимаете? Тут мне микроволновка мешает. Вот там маленький кусочек, на котором тоже все время что-то стоит. Здесь вот такой вот маленький. Ну, мне, честно, неудобно, некомфортно. И желания готовить абсолютно на такой кухне нет. Вот когда у меня будет кухня, тогда, да. Вот видите, у меня появилась новая квартира. И мне кайф убирать все это. А раньше я вот не заморачивалась так. А тут вот свое детище хочется вылизывать и вылизывать. И чем больше у тебя такой ремонт какой-то хочешь, да, все убирается, часть выкидывается. Сегодня, кстати, на помойку отнесла коляску, которая у нас была. Вы знаете, да, там, мама говорит, механизм оторвался, я его положила туда внутрь в коляску. Но я помню, что я возила, по-моему, без этого механизма Деньку. Она вполне себе ездит. Я не стала прям кидать в помойку. Я прям вышла, да, просто коляску рядышком положила. И я думаю, кому надо. И как раз-таки я положила это не у нас здесь. Потому что у нас здесь, я думаю, эту коляску бы также бы среди мусора, в помойку, все это бы закидывали. Вряд ли бы кто-то ее здесь взял. А я отвезла именно, ну, вот, где я знаю, что есть люди, которым может это понадобиться, да. Такие старые дома, где находятся, как бы, и есть в этих домах такие семьи, малоимущие, как говорится, да. И для них будет отличная эта коляска. Тем более я на этой коляске возила Деньку, и все прекрасно было. Вот, может, они починят даже. Может, рукастый мужик у кого-то починит коляску, и будет все классно, бесплатно досталось. Чего нет? Я даже, когда ее ставила, очень много людей было со двора, да. Они видели, как бы, что вышла девушка из машины, поставила коляску. Вот, сразу думаю, кто-нибудь, да, на нее напал, на коляску, наверное. Так, все, буду кидать зелень. Ой, хочу кушать. Кстати, томат здесь у меня непростой. Это вот у меня был кетчуп зероу. У меня немножко его оставалось. Я в него налила водички и сюда его добавила. Так что у меня здесь без сахара, без ГМО, все там, все дела. Хотя томатная паста, что, в ней тоже, кроме томатов, в помидорке, да, ничего нет. В общем, сейчас чуть-чуть оно прихватится. Или можно уже выключать даже. Выключаю. Оп. Все. Что у нас тут? Ой, гречка. Уже, блин, пора мешать. Так, вот какое у меня блюдо красивое получилось. Еще огурчики нарезала. В общем, класс. А Деньки сделала гречечку с маслом. Сейчас остынет чуть-чуть. Сказал, буду есть. Ну, посмотрим. Мясо, если сюда добавить, он вот в последнее время перестал есть с мясом. То есть вот по отдельности. Он у меня мясо отдельно может есть, гречку отдельно. Но вот вместе нет. Поэтому я ему дам гречку, потом дам мясо отдельно. Что это меня тут ждет? Мальчуган мой. Маленький зайчик мой. Маленький зайчик мой. Ждет маму с купашки, пока она его пронесет сюда и посушит. Скажи привет всем. Я пею. Привет, привет. Сейчас Деньку посушу, переодену. Ой, расскажу вам свои дальнейшие планы. Планы изменились. Ой, в общем, девочки. Записалась я завтра на КТ. Потому что сегодня мне прям, я пока вышла из дома. Мы сегодня выходили с Денькой, я говорила, да. И я уже там в магазине, мне стало плохо. Реально, просто сердце, ну, тяжело душать. Как бы сердце стучит, как будто, да, так вот, как бы. И такое, знаете, давление вот здесь в грудной клетке, давление. Вот. И я начала кашлять сегодня, как вышла на улицу. Как-то дома нормально вроде было. А потом, и вышло вроде нормально было, а потом все больше и больше кашляю. Мне уже сестра моего мужа, Заловка, да, Заловка, уже говорит, что ты кашляешь? Я говорю, да я не знаю, я вроде бы все на нет сходила. Вот сейчас опять вроде бы вот такое, знаешь, происходит. Короче, она настояла, чтобы я на КТ сходила. И мама говорит тоже, что нужно сходить на КТ. И ей тоже надо сходить. И в итоге что-то так надавили на меня. Вот, всякие истории рассказали мне страшные. В общем, ладно, говорю, пойдемте на КТ. А завтра у меня должны собирать шкаф. Вот, и будет тоже отдельное видео, я буду его снимать. Хочется прям просто посвятить видео шкафу. Вот, и вынести его в отдельное видео. Но я не знаю, сюда во влог, наверное, я просто здесь во влоге вам не буду шкаф показывать. Ну, потому что, вот, в следующем видео уже все увидите, я буду о нем много говорить. И тогда, ну, я зато вам сделаю бонус и оставлю вам информацию про КТ. Я никогда не делала это. Как вообще, что, сколько времени и результаты. Вот, будут здесь в этом влоге. Такой вам бонус вместо шкафы. Информацию выдаю по чуть-чуть. Вот, я сегодня реально пришла, я прям лежала. Прям лежала, маме позвонила. Мы целый час на телефоне с ней были по видео. Я просто переживала. У меня какая-то паническая атака, может, была еще что-нибудь. Я прям лежала, и мне нужно... А Денька сигал, кричал, на кровати прыгал. Мне же нужно поругать, а у меня нет сил даже ругаться. Вот настолько такое состояние, да, что нет сил вот так вот разговаривать, что вот так вот. Ну, это пипец, это просто. Это сейчас мне полегче стало, потому что я полежала часа два. Вот, и уже встала, думаю, надо искупать его. Ну, прибрались чуть-чуть, и все. Это я приготовила, короче. Это я до того, как приготовить лежала, потом я приготовила, и опять пошла лежать, потому что у меня опять плохо стало. Походила. Или что, я не знаю. Короче, ну, сегодня как-то особенно оно все было еще остро. Как-то долгоиграющее. Обычно, знаете, там раз, напала чуть-чуть, побыла там несколько минут, да, и все. И я опять прыгаю. А тут что-то так затяжено прям. Я думаю, ладно, я не буду с этим шутить. Я пойду сделаю КТ. Вот. А оттуда будем уже отталкиваться. Если на КТ ничего не покажут, наверное, надо будет сделать... Ну, мы спросим там, что можно сделать, и что можно проверить. Вот такие симптомы, как бы, как и что вообще. Ну, и здесь вот я информацию эту оставлю, вам как раз закончу влог. А следующий уже будет шкаф, и посмотрите, как я тут все... Сколько места мне интересно освободиться, сколько я смогу туда засунуть, в этот шкаф. И еще, кстати, я там сделала так, что я еще дополнительные полки взяла. Короче, все расскажу. Мне же Витя хочется про шкаф все рассказывать, а про него долго рассказывать и показывать. Вот. Так что, все, еще влог продолжается. Вот. Что-то еще хотела сказать? Не знаю. Мозг не соображает немного, и... Поэтому я туплю, и сегодня отдыхаю. Доброе утро, мои хорошие. Утро начинается, я сейчас начала немного снимать и просто кашляю, кашляю все утро. Ну, что за пипец. Вроде же кашель начал проходить. Ну, ё-моё. Ну, ё-моё. Ну, моё-моё. Моё-моё. Дэнни вместо «ё-моё» говорит «моё-моё». А он, это на баррикады тут настроил, моя рыбка. Моя рыбка, моя рыбка, рыбка баррикады настроила. Моё-моё. Моё. Нажимай. Свет тут у него включается, выключается. Вот. Вот. Вот, 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 вот. Проснулись. Сегодня нам будут шкафы делать. И сегодня на КТ, да. И, в общем-то, гляньте. Впервые за долгое время у меня 60 от влажности хорошие. А, я, кстати, отключила отопление сегодня. Вот. По идее у меня, кстати, я не знала, как отключать отопление. Нужно проверить, вообще, горячая вода осталась у меня или нет. Я там где-то прочитала. Когда теплеет, горячеет, всё супер. Значит, я отключила отопление, оставила водичку. Всё хорошо. Теперь за газ будем платить меньше. Кстати, я, блин, от того, что всё это не работало, самоизоляции, я не передала показания. И мне, короче, какой-то счёт пришёл, там, 8,5 тысяч. Плюс ещё прошлый. И, короче, там такая сумма. Надо мне счётчики, показания все снять и передать им. Пусть пересчёт сделают. Ну что, мои крошки, у нас ЧП произошло. День, когда прыгался, называется, залазил на вот эту штуку. Я ему не разрешала. В итоге скатился так, что куда-то скатился туда. Там у меня стул стоял. Решила убрать сейчас стул. И, в общем, ударился как-то, что... Покажи. Покажи, Чок. Вот здесь стесал. И губа у нас теперь вот такая большая. Кровища была, да? А мы теперь не будем прыгать, да? Короче, кровища столько было. Я прям испугалась. Аж прям... Ну, я знаю всегда, что делать, да? Я сразу в ванну, сразу хлоргексидином. Рот тем более, да, обрабатывать. Всё в крови. У нас, кстати, вообще сколько вот уже за последнее время, когда он ударяется или падает, у нас страдает вот реально. То десну он ударит вот здесь вот, недавно ударил. Где зубы верхняя десна. Тоже кровища было. То он об что-нибудь ещё ударился, прикусил себе тоже там язык или нижнее чего-то. То вот сейчас вот, бедненький. Ну, смотрите, как. Вообще мультик включила. Смотрим мультики, да? Да. Да. Не платье. Ребёнка моё. Ну что? Дышать тяжело. Ну что, мы с мамой собрались на КТ, в конце концов. Вот. У нас запись, правда, через час с лишним. Но мы сейчас поедем раньше. Возможно, нас раньше примут. Лучше это. Я вообще не знаю, где. Может, мы искать будем долго, да? Как ты себя вообще чувствуешь? Все спрашивают, интересуются. Да я себя нормально чувствую. Только периодически бывает ненормально. Ну, как у тебя, наплываю. Да. Вот я сейчас тоже пока ехала. Что-то и кашель у меня, и опять сердце бу-бу-бу. В общем, поехали. Мы пришли. Бабушка пошла первая. Мы с Данькой сидим, ждём. Да? Да. Говорит, где бабушка? Я говорю, бабушка пошла на процедуру. Потом мы ищем. Ну, народу особенно нету. Вот. Всё пустенько. Разметочки везде. Нам выписали направление, и мы спустились на нижний этаж. Забрали у меня сейчас направление. Мама пошла уже. Я слышу, как там задержите дыхание, душите. Потом ещё один раз было. Задержите дыхание, дышите. Вот. Я ни разу не делала реально. Я даже не знаю, что это как. Денька рисует. О, мама уже поднимается, одевается. Сейчас мы пойдём. Денька рисует. Так, вот местечко, где я была. Они находятся у нас только в Ростове. Дон Мед называется, диагностический центр. Вот, без перерыва, без выходных, и как бы можно на любое время. Нету большой записи, вот как бы мы были, не было большой записи. И, кстати, вышло мне даже заплатить еще со скидкой, оказывается, 2750. У них есть счастливые часы, вот, это я узнавала. Это с 8 до 9, у них 2700 стоит, и с 7 до 8 вечера. Короче, утром первый час работы, и вечером последний час работы у них по 2700. Вот, а сейчас, получается, я скачала приложение, бонусный код ввела туда, и мне просто сделали скидку 150 рублей, вот, ну, на любую, как бы, услугу. Я ссылку, кстати, могу оставить под видео, потому что там такое приложение, которым, и там внутри в приложении есть ссылка, которой можно делиться, и если вы скачаете себе как раз-таки это приложение сразу, да, зарегистрируетесь там, вам сразу придет 150 рублей бонусом, вот. Можете воспользоваться, кто в Ростове и хочет что-нибудь сделать, КТ, может, кто-то так же все плохо чувствует. Вот. Мы час гуляем, где-то в течение часа будут готовы наши результаты. Так, ну что, мои крошки, пришло заключение. В общем, заключение, у меня все здесь свободно, ничего не увеличено, все прекрасно по всем параметрам. Заключение КТ признаков очаговых и инфильтративных изменений в легких не определяется. В общем, будем искать дальше, в чем причина моих странных таких вот симптомов. А у мамы, у нее тоже все хорошо, кроме одного, кальцинат, оно в заключении, да, кальцинат С3 верхней доли левого легкого. Я пошла к врачу и спросила, говорю, что это такое, она говорит, что это ваша мама перенесла что-то на ногах. Ну, не что-то, она сказала, что я с этими терминами всеми, блин, и в голове все выпадает сразу, я несла эту информацию маме. Я говорю, ну ничего страшного, нет, она говорит, нет, как бы это у нее осталось как, типа, рубец, что ли, что-то типа того, очаговый, ну, как бы что-то осталось, короче, осталось. Не помню слово, какое сказала она, блин, моя мозга вообще все вылетает. Вот, короче, мама что-то перенесла на ногах, видимо, какую-то что-то. Ну, мама, короче говоря, пойдет к терапевту уже, наверное, может, завтра я пойду, уже все, у нее же выйдут работать. Я хочу к терапевту. Я покажу результаты и спрошу, что, чего, что к чему. Но этот врач сказал, что это ничего страшного, просто маме ваше надо проверяться периодически, чтобы не было там вот чего-то серьезного. Ну, в общем, одно дело сделали, легче стало, я думаю, многим. Аж стало легче дышать, чувствуешь? Ой, да, и кашель прошел. Тахикардия прошла. В общем, ну, посмотрим, кстати, может, и правда настроение подняло зрение. Может, и правда нужно было это сделать, чтобы вот все вылечились. Ладно, все, едем, короче, маму отвозить домой. Стоит. Роял-де-люкс, да? Ага. С помидорчиками идет. Да. Ты тоже глупо. Два. Сырный соус надо добавить. Не, ничего не надо добавлять. Потом давайте картофель фри, маленькую. Соус нужен? Да, сырный соус. Детскую колу. И два макфлури. Карамель, шоколад. Ой, карамель. Карамель. Так, флори, делюкс. А, шоколад-карамель, да. Вот так, да, идет. Все. Кола маленькая, картофель. Что-то мы ехали-ехали и решили себя побаловать. Вообще, сначала мороженком, но когда ты в Макдональд заходишь, то, короче, тебе хочется всего и того, и всего. Короче, мы заказали всего по чуть-чуть. Да? Да. Что-то я голодная, но из-за нервов я уже забыла, что и есть хотела. Вообще, голодная немного выходила. Мама, что за эти? Короче, мы расстроены. Точнее, мама не очень, потому что она и не знала, что она ожидает. Я взяла Роял Делюкс, вообще-то, с помидорчиками, там, со всякой зеленушкой и всяким таким. Они мне дали какой-то обычный бургер, сырный. Просто там два... Короче, дешевую фигню какую-то дали. И Гройл, главное, в коробочке Роял, понимаете? У меня нет здесь ни помидорки, ни зеленушки. Смотри. Просто вот. Лук, сыр и огурчик один. Нормально? Да, и вот сейчас в чеке пробито как Роял Делюкс. И я сейчас должна возвращаться. Ну, естественно, я не буду сейчас возвращаться. Уже съедим это и все. Но я злая, Макдональдс, сволочи. Нужно проверять все, блин, не отходя от кассы. Вот все время так. Бесит. Ну что, мы вернулись домой. Счастливый. Денька ест. Я еще фикс-праз взяла, кстати, будет видео. Вот. Ну все, мы раздеваемся на самом деле. И уже будем купаться, мыть ручки и укладываться спать. Потому что время уже на самом деле половина девятого. Так что я с вами прощаюсь до следующего влога. Пока-пока. Будьте здоровы. Да, сейчас будем купаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok